12 территорий столицы будут наделены особым статусом в правилах землепользования и застройки города Кызыла. Публичные слушания по данным изменениям прошли в столичной мэрии. Анализ, проведенный Минземом Тувы, показал, что в Кызыле есть 12 территорий, подходящих для строительства жилых и социальных объектов. Это район городской поликлиники по улице Дружбы, где раньше располагались двухэтажные бараки. Вместо них по проекту предусмотрен целый квартал. С весны этого года начато строительство четырех жилых домов. Один из которых в скором времени будет сдан в эксплуатацию. По проекту на этом месте появятся детская и спортивные площадки, автопарковка и уличное освещение. На второй территории по адресу улица Дружбы, 37-41, предусмотрена застройка нового микрорайона. Сейчас там возводится жилой дом на 110 квартир. Также в перспективе планируется преображение и района так называемого Шанхая. Вместо двухэтажных барачных зданий и 45-го магазина будут построены пятиэтажные и девятиэтажные жилые дома. По проекту предусмотрено строительство семи, пяти и девятиэтажных домов. Также на этой территории будет возведена новая школа на 825 мест. Появится и детский сад. Кроме того, в планах проектировщиков кинотеатр и спортивный зал. Большая стройка в среднесрочной перспективе планируется и в районе набережной Енисея по улице Безымянная, от Титова до Молодежного парка. По проекту будут возведены пять пятиэтажных и три девятиэтажных домов, а также стоянка для автомобилей. Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества. Законопроект об этом до конца первого квартала следующего года представит Минстрой России, сообщил глава ведомства Михаил Мень. Он будет содержать правила расчета цен за жилищные услуги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы многоквартирный дом был в порядке. Новый документ будет выгоден жителям новостроек. У них платежки могут снизиться, содержание новых домов дешевле. А вот для жителей старых домов нет. Многие из них сейчас платят меньше, чем это необходимо для качественного содержания старых домов. Кроме того, необходимый перечень работ может варьироваться в зависимости от дома и финансовых возможностей его жильцов. Также на сокращение тарифов будут работать прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Законопроект принят в первом чтении и окончательно утвердить его планируется до конца года. Новый механизм позволит проводить платежи за ресурсы, минуя управляющую компанию. Продолжение следует...